Продолжаем. Маленькие шпаргалочки живописные из серии «Рождественские истории». И вот следующая у нас история – это «Не расплескай себя». Вот шампанка. И все помнят горку шампанского, когда наливают шампанское. И оно льется, и вот-вот могут упасть эти хрустальные фужеры. Поэтому мы делаем композицию в интерьере. Размер холста у нас на шпаргалочку, вот он, 20 на 20. И мы будем делать вот таких двух дамочек, которые угощают шампанским. А между ними горка шампанского. И вот давайте я вам прочитаю. Вот рисуночек еще такой, посмотрите, видите, «Не расплескай себя». Там, где дамочки веселятся. Самый распространенный праздничный напиток – это французское шампанское. Если его употребить в малом количестве, то танец будет веселее, а румянец, счетчик – ярче. Нарядный и загадочный перформанс горка шампанского привлечет к себе всеобщее внимание. А барышни в пышных кринолинах научат, как правильно и изящно обращаться с хрустальными фужерами. И вот мы исполним с вами картину с горкой шампанского в нарядном дворцовом интерьере. Две фрейлины в куполообразных шелковых платьях и высоких париках предлагают гостям попробовать шампанское, не уронив ни один фужер. Восторг и страх будоражат пространство. И вот давайте мы с вами начнем делать такую шпаргалочку маленькую, цветовую и тональную, для того, чтобы потом написать картину побольше. Вот рисунки, сделанные с натуры, укрепленные Владимиром анатомическими подробностями и освещениями слева и сверху. Вот они. Давайте сделаем подмалевочек сначала, а потом передавим... Вот она, шампанка, да? А потом передавим с вами эти фигурки и будем подсказочки себе писать на таком маленьком холстике, который может потом тоже стать, как вам сказать, маленькой картиной. Даже для того, чтобы... Даже для того, чтобы... Потом, возможно, подарить кому-нибудь... Белелка накидываем. Давайте сразу же... Горка шампанского у нас. Это такой цвет баклажановый, да? Вот сюда мы его, в середину, да? Мы здесь сделаем с вами цвет шампанского. Так, выдавим немного себе кропочка розового. Теперь у нас давайте достанем такой цвет, как кобальт-фиолетовый араратик для дамочек. Может быть, даже и охрочки немного, потому что... Потому что их лица должны быть все-таки телесного цвета, да? И вот мы одну вот сюда охра золотистая белила. И вторую сюда. А они там стоят, знаете, как в профиль и сзади. То есть они повернуты к шампанскому этому столику. Да, они там распорядители торжества, эти дамочки. Вот они, смотрите. Так, а мы с вами следующее движение. Кобальт-фиолетовый араратик. Одеждочку им дадим цвета. Давайте намесим себе такой цвет. Кроплачок. Розовый. Изумрудочка. Так, сейчас, секундочку. Мне надо изумрудочку себе выдавить. Вот она. Уже, если спрячется, так спрячется. Изумрудочка. Так. Еще давайте бельеочек. Немножко ультрамаринчика попробовать. Да, скорее всего, что... Ультрамаринчик. Кроплачок розовый. Попробуем голубой фэцэй немного. Да, вот цвет, который нам нужен для одной из дамочек. А, я думаю, вот так, да. И второй дамочке тоже какой-то дадим цвет. Изумрудочку разбелим немножко с ультрамаринчиком и ей дадим тоже цвет. Ой, смотрите, это сильно похожий получился. Извините. Так. О! 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 Вот. 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 Вот какой, да? Хорошо. А сами, а сами давайте еще цвет шампанского нам нужен. Может быть, охра, да? О! 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 Так. Еще хочу кубольт фиолетовый. Так. У нас свет слева. Значит, мы собственную тень и падающую тень делаем справа. Вот. Да, вот. И, конечно, здесь горка шампанского. И чтобы еще... Знаете, какой хочу разбавить? Просто... Сейчас, секундочку. Еще нужна белинка. Просто разбавить... Араратик. Для интереса. Смотрите, видите? А ну-ка, давайте попробуем. Да, красиво получается. Если араратик... Ну, немного с кобальтиком фиолетовым, конечно. Потому что слишком зеленый. И вот у нас тени, где будут, да? У нас... Направо тени идут. Хорошо. Немножечко еще им ножки. Вот здесь ножки все-таки будут охристые, да? Охра золотистая. Охра светлая. Охра светлая. Чуть-чуть этим цветом юпок дам вокруг. Чтоб была, знаете, такая нарядная территория, да, была? Так, а вот здесь сделаем темно-темно для рюмок с шампанским. Вот здесь прям горку. Темно-темно делаем между ними. Ох. И теперь нежненько колонковой кистью давайте. Ну, хотим поставим, чтобы не падало, правильно? Вот так, аккуратненько. Так вот интересно эти маленькие писать шпаргалочки себе. Для того, чтобы... Потом на более больших работах мы уже спокойно себе знали, как действовать и по цвету, и по тону. Вот. И давайте вот вспомним, как действовали старые мастера. Они же... У них не было ни фотоаппаратов, ничего. У них были графические материалы и немножечко цветной графики у них было. То есть сепии, сангины. У них красок не было. В тюбиках раньше не было красок. И люди для того, чтобы пейзаж написать, они делали сначала рисуночек цветными графическими материалами. Из кирпича сделан... Ну, из глин различных сделанные палочки. Потом, как они назывались, сухие веточки, которые они как бы жарили на кострах, и получался уголь тоже такого холодного оттенка. Потом сепии, сангины. Это все, как это, природные материалы. И живопись, как таковую, на своих полотнах они делали потом, когда они уже с натуры сделают цветной графикой себе подсказочки. Ну, по крайней мере, так действовал Леонардо и так действовал Брегель. Брегель, он постоянно сидел на пригорках и... на пригорках и зарисовывал длинные-длинные горизонты дальние, в которых он перечислял все, что он видит. Домики крестьянские, потом овраги красивые, очень озерки такие. Ну и, конечно, на горизонте я всегда делал гряду гор. А уже, когда приходил в мастерскую, он, конечно, по памяти эти пейзажи и дорисовывал свои большие уже картины. О, смотрите, видите, как мы распространили, что шампанское будет в середине. Да, вот эти рюмочки сейчас нарисуем, да? Фон будет теплый и как будто бы там блеск карнавала, да? Когда горку шампанского делают композиционным центром. И надо взять эту шампанку. Как-то они наливали, да? Верхняя одна была, потом две ставили, потом четыре ставили, потом восемь. И вот такую делали египетскую пирамиду из этого шампанского и потом наливали в одну. И она проливалась и наливала в две следующие. Продолжали лить сюда, потом в четыре следующие продолжала наливаться. И вот так вся горка наполнялась. И надо было взять рюмку, когда наполнено все, чтобы не рухнула вся горка. Это целое такое как действие, арт-действие. И вот эти дамочки, распорядительницы, барышни, они помогали людям обращаться с этими фужерами. Так, а сейчас возьмем опять просто обычную газету. И поможем подмалевочку состояться. Давайте сначала горку шампанского. Сильно много не мучаем, потому что замучить цвет это легче легкого. А вот оставить такие яркие кусочки цвета, это очень нежно надо. Так, и оторвали следующую. Холстик 20 на 20. Более маленького холстика у меня на композициях не было. Натюрмортики были такие маленькие. Если вы помните, пару лет назад, то ягодки там, шиповник, кизил. И они очень уютно смотрятся. Эти работки маленькие и очень хороши для подарков, конечно, они. Приходит, допустим, к вам в мастерскую какой-то ваш любимый коллекционер. Приносит вам подарки на Рождество. А вы говорите, ну, Игорь Мельников, выбирай себе, пожалуйста, работу из этих маленьких любую. Игорь подходит и говорит, мне это нравится. Ну, и маленькую же, приятненько. А живопись та же, понимаете? Что на большой, что на маленькой. Мастерская рука там же. Так, есть. И теперь последнее действие перед началом. Давайте мраморное глянцевание нежненькое. Для чего оно делается? Для того, чтобы мы не утонули в постозе. Смотрите, видите, как хорошо. Вытираем. Вот эти части можно в эту сторону. Вот так. Подожмем немного. Это мы у Питера Брегеля научились. У него все краски глянцевым образом расположены. Видите, какой получился хорошенький подмалевочек. А теперь возьмем сами рисунки. И вот вы помните, в прошлый раз я говорила, как надо все-таки два листика печатать. Вот смотрите, два печатайте листика. На один будем смотреть. Он должен быть чистый. Так. А второй передавим сейчас. И опять же возьмите очень тоненький, вот такой лучше взять карандашик, который сделает тоненькую передавочку. Так. Ну что, погнали. Первую дамочку. Чтобы не ошибиться. Так. Чтобы не ошибиться. Чуть-чуть выше. Передавливаем. Чуть-чуть правее. Ай-яй-яй. Сейчас. Так. Есть. Начнем. очки поменяю. Очки поменяю на более... Все падает у нас здесь. На более... Два с половиной. Так. Два с половиной. Причесочка. Посмотрим, может быть мы ей оденем, как я там и обещала. Парик. Ну пока надо передавить, так как нарисовано на рисуночке. Так. Лицо есть. Действуем дальше. Вот Володя нам показал, по каким овалам будет уходить плечо. Действуем и рисуем. И сразу же собственные тени. Вот. Если овалы есть, вот даже браслеты на нее одеть, это будет хорошо. Так. Шеечка. Вставляем шеечку. Падающую. Хорошо, что он нам сделал и слева, и сверху. Давайте теперь правая рученька пошла. Сначала абрис сделаем. Абрис. Абрис четкий, четкий. Этой рученькой. Этой рученькой она будет держать кринолин, а этой она будет держать шампанское. Так. Собственную тень. Собственную тень. Овалы. Знаменитые Владимира. Эти овалы это просто такая классная вещь. Так. Так. Вот грудь. Средне-серединная линия. Давайте. Вот здесь сильно большая получилась территория груди. Кринолин. Она все-таки молодая девушка. Не будем так ее... И вот мы-то оденем на нее кринолин обязательно, но нам надо все равно ножки поставить. Она должна быть устойчивая. Этот кринолин, он, как сказать, будет просто ондерскирт прозрачный. Так. Каблучки обязательно. Носик. Носик туфельки будет виден. Ай, хочет падать. Держим. Вторую ножку. Не забывайте, что ножки должны быть фигурные, поэтому делаем очень тоненькую лодыжечку. Овал обязательно, чтобы мы знали, как тереть свет и тень. Вот они, овалы. Так. И вторую ноженьку. Вот. Вторая ноженька есть. И давайте наметим и наш ундерскетт. Вот он пошел в сторону. Вот она его держит рученькой. Это такая подставка под платье, которая... Давайте сразу овалы нарисуем. Которая и делает пышный вот этот вот колокол юбки. О, есть одна дамочка. Просмотрим, все ли мы сделали падающие. Так. Вот здесь овал тоже сделайте. Вдруг мы ей захотим сделать корсет. Не захотим, а точно сделаем. Так. Есть. Одна есть, дамочка. О, какая хорошенькая. Вот смотрите, видите? Сейчас вторую. Ну, для того, чтобы это сделать, я сейчас, наверное, разрежу. Мне легче будет отрезанную приклеить. Так. Вторая. Вторая вообще задом к нам стоит. И она оперлась о стол. И она чуть-чуть ниже будет стоять, чем первая. Потому что у нее голова склонена. Ну-ка давайте, чтобы там поместился наш, наша горка. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот у нее платьица пойдет. Я думаю, что вот так надо ее. Ну-ка. Еще чуть-чуть. О. Да вот, я думаю, нормально вот так. Давайте. Смотрите. Смотрите. Видите, как у нее наклонена головушка вниз. И она держится за стол. Может, уже чуть-чуть подвыпила тоже она шампанского. Я вот начну со спины. Володя нам сделал хорошую разработку. Спины с ключицами. И с такими, как вам сказать, мышечным таким каркасом этой спины. И вот сразу же собственная, собственная. Смотрите. Вот она. Полуовал соединяет спину с тазом. Вот грудь. И вот давайте сразу на очень красивую фигурную руку. Вот она. Смотрите. оперлась и, наверное, держит. Вот она держит. Вот он фужер. Смотрите. Ох. Здесь нарисован. Она держит этот фужерчик. И давайте вот откуда пойдет. Давайте треуглавая. Смотрите. Потом снизу пойдет бицепс. Понимаете, как здесь все? Вот локоточек будет. Это сзади. Рука сзади. И вот здесь давайте запястья чуть-чуть нежнее нарисуем. Тоньше. Красота женщины в запястьях и в лодыжечках. Так. Ну что? Пошли. Таз. Сейчас. Таз. Давайте сначала первая нога устойчивая пошла. Икра. И давайте лодыжечку чуть-чуть уже. Каблук. На нас идет каблук. И вот давайте вот здесь вот. Вот она пошла. Подколенная территория. И икру чуть-чуть больше, а лодыжечку уже. И вот здесь кругленькую вот такую штучку сделайте. Это пяточка. Так. А теперь вот она. Собственная тень, которая и покажет конфигурацию мышц. Так. Вот пошла, да, у нас собственная тень. Вот попа. И вот. Вот так ноженько пошла. Эти трусишки пусть здесь будут на всякий случай. Опять икра побольше, а лодыжечка поуже. Икра побольше, а лодыжечка поуже для красоты. Шарик. Всегда там, где пятка, рисуйте просто кругленький шарик. И будет хорошо. Падающая тень-то от ноги. От каблучка падающая тенька. И сразу юпочку. Ундерскерт перекрывает юпочку подруги. Известная Вовина работа в Вовином каталоге «Любовь к сладкому», там, где мы Алептину нашу рисовали. Это, ну, в такой прекрасной семье находится эта работа в семье самой Алептины. Мы ей подарили на свадьбу эту работу. Она такая красивая. Я вам ее потом покажу, когда дотянусь до Вовиного каталога. Я его рядом с собой не вижу, но я вам потом покажу. Так, просмотрим, все ли мы передушили у этой девушки. Я думаю, что вот давайте собственную. О! Вроде бы все. Если что-то не передушили, допустим, полутон закругляющий, ничего страшного. Ну что? Вот она. О! Вов, дай каталог вон лежит твой. Я обещала показать «Любовь к сладкому». То есть, как ундерскирт может украсить. Вот смотрите. Вовочкин каталог. И посмотрите на нашу тоже любимую работу, которая называется «Любовь к сладкому». Сейчас. Вот она. Смотрите, как ундерскирт может действовать. Ножки обнажены в высоких, да, таких чулочках. И ундерскирт может смотреться, как облако платья. Понимаете? Не обязательно, чтобы прям тяжелое платье, а как будто оно прозрачное. Понимаете? И это все мистически и очень, как сказать, сексуально. На серебре играли солнечные блики, которые ослепили глаза. Она разрезала торт и положила первый кусок на тарелку, придерживая лопаточкой. Рэй Брэдбери. Вот, пожалуйста. Вот она пирожное пробует. Алифтина наша. Так, Вовчик, держи свою. Посмотри, как хорошо, да, сели наши дамочки. И мы сейчас быстренько возьмем и сделаем... Как другими словами можно называть шпаргалки? Эскизы неинтересны. Шпаргалки очень интересны. Так, а вот у нас будут вот здесь шампанки стоять. Шпоры, да. Шпаргалки. Так, возьмем, пожалуйста, новый носочек. Новый, новый. И протрем с левой стороны свет на наших подругах. И заодно и шампанское. Сейчас мы... Давайте, наверное, начнем с шампанского. Так, я думаю, что вот здесь будет первый стаканчик. Два, три. Так, мы рисуем не египетскую пирамиду. Мы фас. Будем фас их делать. Дальше. Они же, помните, да, идут впритык друг к другу. И как будто в шахматном порядке. Три, четыре. Мы будем от середины двигаться. Хорошо? Вот так. Горка шампанского пошла. Это как-то так интересно на таких маленьких делать. Так, давайте вниз их увеличим в размере. Чуть-чуть будем увеличивать, да. Просто видите, я пока делаю прямоугольнички. А потом мы из них сделаем стаканчики. Ну, вы помните, какие самые красивые фужеры? Это в фильме «В джазе только девушки», когда она на яхте с ним пробует шампанское. Так. И вот там самые красивые фужеры. Они похожи на раскрывшийся цветок. Ну, смотрите, вот такая вот горка. Пусть она даже сзади них будет. Ну, хотим еще один, еще один блок поставим. Они же высокие, эти горки бывают. Вот еще один блок. И вот девушки себе. Конечно, знаете, чем хорошо? Лезвиком. Если отсюда свет, то вот. У нас есть с Волочкой один интерьер, который называется горка шампанского. Поэтому мы знаем, как выглядит это все. Так. Подождите. Может быть, чуть-чуть надо ниже, да? Да, да. Немножко ниже надо. Забыли мы, что еще должны быть ножки. О. Так. Ну, шкребанули то место там, где должен быть стаканчик, да? Мы же не будем сейчас прям вырисовывать это все. У нас шпаргалочка, да? И вот мы сразу же, давайте, верхнюю. Вот она горка, да, пошла. Потому что потемнее немного, да, здесь. И самый верхний такой стаканчик. На заднем плане они находятся, давайте. Вот здесь будет, да, вот он. На чем стоит плоскость. Помним, да, как стекло рисуется? На стекле цвет самый темный. Вот еще пойдет, да? А рефлекс самый светлый. Так, а теперь, а теперь. Вот наметили, да, что вот здесь пойдет горка шампанского. Вот она. А теперь самих девушек давайте. Сейчас, две секунды, я немножко. Как будто бы эта горка имеет падающую. Да, как будто бы с этой стороны, как это, чуть-чуть. Падающая в эту сторону. Это я, знаете, чем? Это я. Кобальт фиолетовый марс. Такой цвет, знаете. Ну вот, моя есть работа одна. Дамочка с носорогом вот здесь вот. Вот такой цвет. Это цвет шампанского. Вот я цветовое решение как бы примерно смотрю. Мне нравится это цветовое решение под горку шампанского. Давайте. И от нашей дамочки сюда пойдет небольшая тенька. Так, а сами мы, а сами быстро берем и делаем свет на наших дамочках. Для этого возьмем их в руки. Сейчас, две секунды, мне надо их. Разрежу я их, потому что мне нужно на них смотреть. Так, и вот прицеплю здесь одно. Стой здесь. Сейчас мне нужна кнопочка. Секунды. Всегда надо позирующий рисунок держать очень близко к живописи. И прям как будто бы опять стоит вам и позирует. Это Лера нам позировала, судя по красивым узеньким лодыжечкам. Там эта Лерочка была наша студентка из грековки, которая не боялась даже обмножонку нам позировать. Вот давайте прям такими прямоугольничками легкими свет сделаем. И вот рученька ее, она хоть и в темноте, но она должна, вот она, да, она должна быть поднята. Если пальчик не залазит вот сюда, у нас есть еще с вами лезвико. И мы лезвиком обязательно все сделаем. Так, трехглавая, грудь, средне-серединная, плечо. Видите, как хорошо получается, да? И тут же, и тут же мы смотрим, какие еще нам понадобятся. Вот они, да, может быть понадобятся еще. Книзу делаем чуть-чуть больше размером эти фужерчики, вон они. И не забывайте ножки и блинчики тоже. На чем стоит рюмка, правильно? Она же стоит на голове у следующей рюмки. И поэтому она, как сказать, проливается через... Вот смотрите, как они наливают. Они наливают только в верхнюю рюмку. Льют и льют из бутылки шампанское, мадам, это как ее, мадам Клико. И льют, льют в верхнюю. И она проливается сюда, нежно надо лить. Проливается сюда по этому фужеру, льется по ножке. Потом на этот блинчик выходит и проливается в следующий фужер, который стоит в шахматном порядке. Поэтому в высшей степени есть сомелье, которые наливают это шампанское, которые ни одной капли не оставляют на скатерти. Это высокий класс этого перформанса. Поэтому, когда будете Новый год справлять обязательно или Рождество, обязательно сделайте хоть небольшую горку шампанского и попробуйте ее вот так налить. Это очень, ну как сказать, даже интересно. Можно не 52 рюмки делать или не 48, а можно 9 рюмок сделать. Ну, фужерчиков и будет очень даже интересно просто, знаете. Во-первых. Во-вторых, пока наливают, все пузырьки уходят, и потом шампанское не так сильно влияет на вас. Так, вот этот цвет. Я этот цвет опять нашла вот от этого платьица. Вот он. Пусть будет. Пусть будет такое у них декольте большое, да, для того, чтобы заманить кавалеров на эту горку шампанским. И вот смотрите, вот свет на плече поперек, поперек. И свет на предплечье поперек, поперек. Оттеньку не трогаем. Пястье. И вот она поддерживает пальчиками. Можно перчаточки белые одеть. Оденем перчаточки, посмотрим. Так, давайте ей сделаем какого-то цвета волосы. Давайте кадний желтый белила. Прям сделаем. Вот. Еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть белилок. Так. Именно желто. Возьмем немножечко холодненького чего-то. Сейчас, сейчас, сейчас. Мы можем, если сильно пастоз получился, вот можем прижать. Сильно желто. О! Пастозик. Такой, знаете, возьмем ей как паричок сделаем, да? Еще чуть-чуть белилок больше немного. Будьте аккуратны с чистыми белилами, они, как сказать, чистой краской не должны смотреться. Так. Пошли дальше. Что у нас здесь? Здесь у нас платье ее идет. Так. Но для того, чтобы было более-менее как бы и устойчивее и сексуальнее, давайте пройдемся по ножке. Давайте. Платье-то пусть будет, но мы пройдемся по ножке и туда дадим немного охрочки. Хотя бы мы пройдемся вот по бедру. Давайте. Нам ножку хотя бы первую устойчивую сделать, чтобы мы доверяли этой дамочке, чтобы, ну, она же у нас, как это, руководит горкой, чтобы она не рухнула. Так. Еще немножко. Так. И, пожалуйста, окунайте носочек охру золотистую, чтобы все-таки просвечивалась ножка эта. Вот она. Вот она. И вот здесь пусть просвечивается лодыжечка с икрой. Будет очень, как сказать, ну, женские ножки прелестные еще никому не мешали, так скажем. И каблучок. Обязательно каблучок сделайте. И вторая ножка. А вторая ножка, вон она там, за первой. И вот сделайте обязательно начало бедра. Вот она. Сделайте. Чтобы, как сказать, вот эта куполообразность, мы ее напишем потом кистью. А пока она устойчиво стоит на двух ножках, балансирует на каблучках. Так. Хорошо. Вот посмотрим еще, кто нам нужен. Еще, еще. Вот он, да. Шампанское продолжает бушевать вот здесь. Почему вот мы в рождественские истории вот опустили такую тему? Потому что мы знаем эту тему и она уже была у нас. И поэтому нам, так сказать, очень даже интересно продолжить про нее рассказ. Так. Нам надо падающую теньку сделать. Так. Вот она, Марс. Чистый Марс. Чистый Марс я взяла. Как типа здесь пол. Да. Падающая тенька. А Тундерскерда тоже можно. Маленькую падающую дать, чтобы устойчивость... Вот она. Вот она. Отлично. Вторую, быстро вторую дамочку. И надо заканчивать, потому что уже темно. Так. Где наша вторая дамочка? Сейчас, сейчас, сейчас. Вот она упала. Заменяем эту первую на вторую кнопочка. Нужна кнопочка, чтобы она мне позировала. Так. Я ее вот сюда. О! Вот она. Сейчас. Секундочку. Еще одна кнопочка мне нужна. Видите, уже темновато так. Но все равно мы успеем сейчас быстро ее протереть. И потом допишем эту работу. Так. Быстренько вторую дамочку. Давайте у второй сделаем цвет волос. Давайте Кабми красный. Марс. Сделаем ее рыжую, эту девчонку. Ну, дамочку. Вот она. Главное цвет волос угадать. Так. Еще, 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 еще чуть-чуть. О! Вот она вот так наклонена вперед. И очень даже пусть будут темные волосы у нее. Марс. Она как наклонилась. Так. Быстренько шеечка. Так. Еще волосы. Волосы светлее немного. Вот. Как знаете, рыжая, белокурая фрейлина и рыжая фрейлина. Давайте шеечка. Шеечка. Мазочек. Лопатка. Мазочек. Не убирайте линии построения, потому что нам они понадобятся, когда будем делать шкрябочку. Так. Давайте рука, на которую уперлась. Вот она пошла. Только свет у этой руки. Уперлась. Уперлась. Запястье узенькое. Оно узенькое. И вот. И вот. Вот сюда идет ее пястье и пальчики. И она здесь держит один из фужеров. Так. Дальше. Быстренько вот здесь грудь. Сильно не будем мы увеличивать ей, потому что нам не надо сильно уточнять. Тут. И нам надо уточнить только одно, что они молодые девушки. Вот что нам надо уточнить. Значит, они худенькие. Так. Вот здесь вот видите, шеечка. Она должна быть окружена темной копной волос. волос. И вот. Вот она. Копна волос. Все-таки вот она пойдет где. Здесь надо обязательно шкрябочкой поработать. Так. Так. Пошли на спиночку. Спиночку. Двигаемся на спиночку. И вот здесь у нее корсет. Так. Здесь все-таки грудь. Средне-серединую линию не забывайте. И корсет вот какого цвета. Да. У нас осталось там немножко этого цвета. Вот. Есть. Быстренько давайте ножку. Ножку тоже сделаем. Ох, розолотистую. Сейчас две секунды я себе выдавлю немножко. Так, Вова, мне очень темно. Мне надо свет включить, скорее всего. Включить свет. Средний. И сейчас мы дорисуем, и тогда уже выключим свет. Видите, конечно, надо такие работы писать при естественном освещении. И вот не забываем, что все-таки здесь у нее вот эти волосы. опущенные вот так вниз. Показываю, что она смотрит внимательно на эту, на эту, на эту горку. Так, вот. Так, вот. Грудь. Я подобью немного, потому что... Потому что здесь очень красивый такой наклон. И надо будет его сделать. Средне-серединую линию подобью. Так. Давайте мы вот сюда, конечно, тоже дадим ей... Чуть повыше, чуть повыше сделаем платье. Так. И охра золотистая. Давайте вот ноженьку. Бедро. Мы уже понимаем, что этиундерскерды, они какого-то хоть небольшого цвета. И... Есть. Главное, чтобы не был чернильный цвет. Так. Ножки. Хоть немного мы им должны ножкам дать человеческого цвета. А человеческий цвет, это охра золотистая. Смотрите, вот когда протираете, чуть-чуть оставляйте себе передавочки. Так. Так. И вот каблучок здесь. Пяточка. Есть. Вторую ножку. Хоть немножко тоже охры золотистой. И вот... И вот и будем заканчивать. Посмотрите, как накидали. И пусть оно такое остается до тех пор, пока мы не... О, падающую, падающую. Видите, это я подсознательно делаю устойчивость им, этим барышням. Ох, потемнее здесь немножко. Вот здесь где-то стол. Вот здесь где-то стол. И здесь эти рюмочки продолжим. Продолжим, продолжим. Можем даже так высоко не делать одну рюмочку. А... Чуть ниже. Потому что... Они как бы с собой нависают. Дамочки нависают над этой горкой. И вот... Один ундерскердик пойдет. Ох, чуть-чуть спадающий. И здесь этот тоже ундерскердик пойдет как чуть-чуть спадающий. И вот падающая еще снизу пойдет. Все. Есть. Накидали. А теперь... А теперь... Ждем, когда мы будем эту работу дописывать. И для того, чтобы ее дописать, она должна сохранить в себе мокрые мазочки, не засохшие. Поэтому берем кулечек. Обычный кулечек. Сейчас. Две секунды. На кулечке дотянуться. И берем эту работу. Прямо с дамочками. С дамочками не получится. Дамочки отдельно пойдут. И вот смотрите. Прямо в этот кулечек и завязываем, чтобы она не вы... Ну как, не завязываем, а вот так. Чтобы как можно дольше сохранилась влажность краски. И до встречи. Возьмем, знаете что? Рисунки. Значит, у нас с вами два рисунка идут сюда. Вот рисунок, который сделала я линейно, а потом Владимир его сделал объемно и тонально. Вот. Вот такой рисунок возьмем. Это вот эта барышня будет. Потом будет идти горка шампанского. Два. Так. И вторая барышня вот так будет наклонена, которая уперлась в стол и уже каким-то образом пробует или предлагает людям фужер с шампанским. И вот я сегодня утром набросала это. А сейчас мы давайте еще чуть-чуть сильнее утвердим то, что называется... То, что называется... Как бы почти закончим картину. Дай зелененькую. Так. Вот для того, чтобы это сделать, давайте вот прицепим сюда наш рисуночек. Это все знают уже, что рисунок надо печатать в двойном экземпляре. Один передавливаем. Вот уже передавили, да? А второй пусть нам позирует. Вот так вот стоит, да? И мы с вами пока мокрый еще подмалевочек берем лезвийка и начинаем действовать. Свет слева. Сажусь ближе. Палитра будет нужна сейчас. Давайте. Мы протерли, да, уже. У нас есть запись этого. Потом вам Паша предоставит эту запись. Хотя вот такие маленькие, то, что я вам сейчас показываю, вам их не надо с нами писать. Вы уже, когда будем писать большой мастер-классик, да, вот вы тогда с нами будете писать. А сейчас просто сидите и наблюдайте, как мы действуем в поисках цветового решения. А цветовое, посмотрите, откуда я беру. Тоже со своей же работы, которая когда-то была написана в Грибовке. Вот такая фрейлина тоже, которая любит животных. Вот здесь носорог. И типа она вот какое-то действие делает. Вот отсюда цветовой нашлёпочек я взяла, потому что он очень подходит к шампанскому. Знаете, такой цвет. Кобальт-фиолетовый Марс. Вот давайте мы немножко шкребанём лицо первой девушки, лицо, паричок такой. И так, сейчас я вот так, с вашего позволения, придержу вот этой штучкой, потому что падает. И пойдём дальше. Так, шкрябаем здесь грудь немного. Рученька пошла вверх. Плечо, предплечье. И там она тоже будет держать вот эти вот фужеры с шампанским. Давайте вот плечо ещё немножко по цвету и по тону предплечье. Вот этой рученькой она будет придерживать кринолин, вот эту юбку свою, чтобы не забрызгать её в шампанском. Можно здесь браслетиков ей нарисовать парочку, но потом уже, когда кистью будем. Вот, и посмотрите, мы юбку-юбку всё-таки сделали прозрачную, как вот нам очень нравится, как у алифтины. Посмотрите, видно таз, да, видно бёдра, ну живая женская плоть, да, но юбка как бы как фантом идёт на алифтиныных ножках, да. Алифтиныные ножки видны, как бы юбка как просвечивается. Это очень интересно и, как сказать, даже сексуально. Так, пойдём сюда. Так, вот они, горка шампанского. Вот здесь идёт вверху самый такой главный герой горки шампанского. Это верхний стаканчик, в который наливается шампанское. Вот, смотрите, выстраивается горка. В верхний льётся всё шампанское. Это сомелье льёт. И когда оно начинает переливаться, оно льётся вот сюда, надо очень медленно лить, по ножке, по тарелочке, на чём стоит, и начинает переливаться в следующий слой, которые стоят ниже эти бокалы. Это кто-то придумал делать очень, ну, как сказать, как игра, что ли. Так, вот эта рученька идёт. Вот здесь у неё тоже будет бокал с шампанским. Мы потом сделаем, да, типа она подняла вверх его. Все помнят, как рисуется стекло. У стекла, если вы помните, мы можем даже сразу взять и сделать с вами тёмный свет. Вот он, тёмный свет. Конечно, мы никогда не писали на таких маленьких холстиках, но мы сильно выписывать не будем. Нам надо просто на шлёпок сделать цветовой. Вот смотрите, да, вот они идут. Они в шахматном порядке идут, эти шампаньки. Вот они. И где там они приземляются, да, потом мы увидим. Так, пошли дальше. Эта девушка готова. Ну, хотите, немножко ножку можно бедро шкребануть поперёк. И вот коленочка. Так, хочет падать. Давайте тогда вот так прижмём. Так, вторая девушка. У нас ещё вторая девушка. Вот она. Сейчас мы её тогда тоже... Мы её тоже с этой стороны с вами приколим. Раз, два. Они должны прям, эти рисуночки, стоять рядом с вами. Тогда вы... Как будто вам позирует настоящая дамочка. Вот вы смотрите на неё, и тут же вы делаете... Вот у неё волосы, они туда вперёд наклонились. И мы сделали чуть-чуть рыжеватые такие, да. И здесь главная идея – это зацепиться за шею, которая соединяется с волосами. Вот она, шеечка. Потом идёт спина с трёхглавой мышцей. Вот, давайте, вот спина, вот средняя серединная линия спины. И вот рука, на которой она облокотилась. Хорошо, что у нас Володя знает хорошо пластическую анатомию. И он прям показал, как идут мышцы вот здесь, да, трёхглавая. А внизу идёт немножко бицепс. И вот добрался до локтя. Свет. И спускаем. Упёрлась, очень сильно упёрлась девушка о стол. Вот она. Давайте о стол. И тоже, посмотрите, вот здесь её кисть упёрлась о стол. И можно здесь вот немножко наметить, что этот стол здесь заканчивается. Значит, мы и сюда ещё дадим один ряд фужерчиков. Дадим. Да. Вот. Ещё ряд фужерчиков дадим. И у неё в руке тоже будет фужерчик. Смотрите. Вот у неё в руке. То есть это такие дамочки, которые угощают шампанским. Вот. Дальше пошли вот здесь. Спина. Свет слева. Вот она. Спиночка. И грудь немножко видна. Профиль. И так. И всё. Пошёл дальше у нас такой корсетик. Корсетик пошёл. О. Вот он. Вот обязательно соединение. Так. Вот это тоже. Там лопаточка немножко. Вот она. Соединение торса с тазом. И вот пошла сюда территория света. И то же самое, как у алифтины, я делаю бедро. Хоть немножко как просвечивается эта прозрачная юбка. И мы вот так вот бедро, бедро и дойдём до ступни и до каблучка. Здесь, кстати, тоже ступня будет и каблучок. Вот они. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот они. Обязательно надо на пол поставить туфельки. Буфельки обязательно, иначе, как это, надо их укоренить. Этих дамочек. Икра. Обязательно икра лодыжечка. Так. Позировала Лерочка, я помню. Лера вот этих дамочек позировала. У неё очень красивые узкие лодыжечки. Кто с нами рисовал, помните, какая Лера красивая. Наша студентка у грековки. Вот. Танечка Богомолкина. Все девочки, которые рисовали с нами, все знают, что Лера у нас одна из самых красивых моделей была. Так. Вот вторая. И вот опять этотундерскердик идёт. Вот он. Так. И мы с вами, вот сейчас, недолго думая, уже как бы и закончим это действие. Возьмём кисточку плоскенькую, колонковую. И сделаем с вами вот эту юбку. Давайте. Сейчас приподнимем, а то оно как бы... Так. Вот уже как бы настроение-то есть такое, да, что вот они распорядительницы. И давайте мы кобальт фиолетовый. Марс сделаем стол. Вот стол, на что же она облокотилась, да? Вот эта девушка на стол облокотилась. И давайте мы этот стол и сюда немножко продолжим. Ну и можно вот так от неё небольшую падающую дать. Так. Так. И от этой юбочки небольшую падающую. Так. А вот теперь давайте будем писать юбку. я думаю, что мы её наметим по краям только. Так. Так. Давайте кобальт фиолетовый, белила, немножко араратика. И вот начнём с первой дамочки. Как бы и пусть и видно будет и её ножка, и пусть и юбка будет. О! Запастозим чуть-чуть ей. Это уже следующее действие, да? Протёрли. Так. Прошкрябали. А теперь давайте летящей кистью немного ей дадим постозика. И как бы, когда мы уже добираемся до юбки, до ножек, то надо как-то уже тише вести себя. И чуть-чуть потемнее следующую. Кобальт фиолетовый арарат. Следующую территорию потемнее. О! Так. И вот смотрим, чтобы всё-таки не было чернильных пятен. То есть вот эти куполообразные юбки, они создают такую устойчивость для дамочек. Кстати, немножко хочется от белёсости убрать тело. Ох, рассветлое белило. Так. И, конечно же, лицо, если лицо прописывать, то это надо сначала, я думаю, сделать хоть небольшую, как падающую теньку. Вот сюда, в эту сторону, у нас же, в эту сторону свет, да, будет. Вот. И уже лицо написать тоненькой кисточкой, но здесь нам не надо, у нас главное, это цветовой нашлёпок всего происходящего, да. Вот. А уже на большой работе, да, 30 на 40 мы с вами будем делать прописку хорошую, тяжёлую такую, да, со всеми подробностями. Вот там уже будет интересно. А сейчас просто вот, как старые мастера делали, они же не могли писать большие работы на улице, не было ни тюбиковых красок, не было ни мольбертов таких, так. Это уже когда импрессионисты начали действовать, то у них уже всё было. А в средние, там, когда работали, допустим, Рафаэль с Леонардо. В средние века, то только в мастерской они могли это делать всё. Так, и теперь, теперь давайте чистые белила, почти чистые, возьмём немножко с охрочкой. Сейчас я выдавлю себе. О, и мы сделаем такой мазочек, да, самый яркий, который должен быть, да, вот здесь вот на груди. Так. И, допустим, на бедре. О, и вот наши девушки начинают обретать такое куполообразное приземление, да, когда юбка где-то блестит, а где-то, здесь она, допустим, блестит светом, да, а где-то она расплавляется, так. Вот, можно сюда тоже. Туфельки можно, да, наметить, допустим, кадми красный белила, да, наметить какой-то цвет для туфелек, да, вот, допустим. Ну, и заодно давайте ей румянчик наметим, вот, может, браслетиков парочку, может быть, в шампанке немножко дать этого цвета, кадми красный разбил, да, вот. Вот, и, конечно же, помним, что у нас должна быть падающая тень обязательно, хоть немножко. Вот от этой рученьки, от головы, то есть мы должны с вами все-таки понимать, как движется свет, и вот от этой дамочки тоже. Так, вот, допустим, это такая дамочка, а это, значит, что у нас? Там у нас чуть-чуть другой цвет, и мы опять берем с вами изумрудка кадмий красный белила, и вот, смотрите, на платьице даем ей такие ударчики света. Так, чуть-чуть шкребанули ее, да, а теперь ударчики света, и, может быть, где-то перекрываем ножку, да, где-то перекрываем вот здесь вот. Начало юпочки идет прямо на ножки, а потом ножки напишем, допустим, да, пастозом на большой картине, а вот эта юбка будет как бы как аура облегать нашу вторую распорядительницу торжеств. Много не надо ничего делать, мы должны просто вот как бы накидать, и теперь белилком, помним, да, как мы белилком даем вот здесь, допустим, самое светлое место на юбке, да, вот здесь вот чуть-чуть, вот здесь чуть-чуть, оп, и все, потом можно обручи еще эти пописать, так, ну, и опять же туфельки, да, давайте опять кадмий красный белилка, да, и вот, вот они туфельки, видите, сначала пяточка, каблучок, и вот так намекнуть, что туфельки очень, оп, хочет падать, не падать, туфельки очень яркие и интересные, вот она одну ножку туда, в теньку завела. И, кстати, насчет теньки, давайте быстренько Марс Арарат, и мы сделаем, вот, прежде всего от туфелек падающую, извините, не в эту сторону, вот от туфелек падающую, у нас в эту сторону идет тенька, да, и вот от этой туфельки падающую, и заодно, знаете, от чего, как будто бы этот ундерскерт юбка, как будто бы она имеет карнизную тень, давайте, нам надо очень сильно приземлить их, а приземлить их можно только с помощью, может быть, даже придуманной, придуманной падающей тени, мы имеем право придумывать тоже. Вот, и вот так, вот такая работка получилась, знаете, это называется так, цветовой нашлепок, подсказочка, вот, а дальше будем действовать уже на более большой картине, ну и эту маленькую мы, наверное, с Володей и допишем ее для интереса, так это, ну вот, вы поняли, да, насчет этой картины. Субтитры создавал DimaTorzok